Судебное заседание Судебное заседание Судебное заседание Не было предоставлено на суд первой инстанции. Это первый момент. Второй момент. Это не имеет никакого отношения к предмету и основаниям первоначального иска. Вообще там о другом была речь. Причем здесь кредит, договор это все. Судья это игнорирует. Выносит определение приобщить кредитный договор. Я дальше даю возражения. Обращаю внимание судей. Что вот это то-то. Что нас лишают права. Потому что по большому счету у нас есть определенная позиция. Я ее во всех судах поддерживаю. То есть если человек не согласен с кредитным договором. То подается встречное исковое заявление. О признании договора незаключенным. Кредитную историю восстановить. Ну то есть вот это все. Соответственно сейчас мы этого сделать уже не можем. Потому что встречный иск подается до удаления суда в совещательную комнату. Когда он выносит решение. То есть решение состоялось. То есть сейчас подача встречного иска процессуально невозможна. Понимаете, да? То есть я лишен способа защиты против вот этого. Их нового довода. Нового доказательства. Более того это вообще не предмет иск. Ну если я это все сказал. Я это все публикую. Аудиозапись это как все проходило. Изучаем материалы дела. Выясняется, что к апелляционной жалобе идет копия доверенности. Смотрим. Нет копии доверенности. Нет ничего. Во-первых копия доверенности. Не доверенность, а копия доверенности. Потому что все документы, которые в суд предоставлены, они заверены не судом, а банком. Вообще как делается? Предоставляется копия. И судья встречается оригиналом. И судья заверяет все документы. То есть не может в деле находиться допустим копия доверенности, заверенная. Ну самим живым. Да, ну так быть не может. Должен быть оригинал. То есть вот я в суд пришел, я показываю оригинал. Все, судья в этом паспорт, оригинал. Каждый раз, в каждое судебное заседание. Потому что доверенность может быть отозвана, аннулирована. Ну то есть там такие моменты. Соответственно я обнаруживаю, что в материалах дела нету, во-первых, доверенности. Никакой, ни копии даже. Возникает вопрос вообще, а каким образом апелляционная жалоба была принята? Она еще кем подписана? Ну, неуполномоченным лицом нет, по крайней мере, подтверждения этому. И второй момент. Я читаю апелляционную жалобу. Я смотрю, что прошу. Я не вижу ходатайств. И нету отдельного ходатайства от банка о том, что просим приобщить кредитный договор, материалы дела там и том, то-то-то-то-то. Нету этого, понимаете? То есть налицо судья по собственной инициативе придумала наличие этого ходатайства. Сама его разрешила. На мой взгляд, предрешено, какое будет решение. Подменяет собой суд первой инстанции. Сейчас будут заново исследоваться документы, новые документы. Причем она по собственной инициативе делает им, откладывает судебное заседание, предлагает им предоставить правовое обоснование. То есть просто берет их за уши, тянет. Вот вы сделаете вот это, вы сделаете вот это. Да она обязана рассмотреть в рамках апелляционной жалобы, не выходя за пределы. И никакие дополнительные доказательства не имеют права вообще принимать. Потому что тот ходатайство, это приобщение нового доказательства, он должен доказать, почему он не мог это сделать в суде первой инстанции. Объективные должны быть доказательства и основания. А там они просто, вот договор, приобщите. То, что он вообще не по предмету искового заявления, это одна ситуация. Но он обрет просто и приобщает. И начинает рассматривать, по сути, другое дело. Другое дело, связанное с взысканием задолженности по кредитному договору. Это другой предмет, другие основания. А я ей прямо в судебном взаимодействии говорю, вы это делаете специально, умышленно. Почему? Потому что вы прекрасно знаете, а мировая судья так и разъяснила, что, как говорится, банк не лишен возможности обратиться самостоятельным иском в заскании задолженности по кредитному договору. Если у них, допустим, он есть, пожалуйста, обращайтесь. Но здесь маленький нюанс. Мы заявим о пропуске срока исковой давности. И, соответственно, я понимаю, судья это понимает. И то есть я говорю, у меня создается впечатление, что она просто тянет их за уши. Считаю, что решение мирового судья законное, обоснованное, все подробно изложено. Апилиционная жалоба на общение основательна, потому что те доводы, которые там указаны, они не имеют никакого отношения к рассмотренному делу. В частности, идет ссылка на какое-то встречное исковое заявление, которое у мирового судьи не принималось и не рассматривалось. Соответственно, это за предметом рассмотрения дела. Считаю, что если у них там есть какие-то основания для нового иска, они не лишены такой возможности обратиться в суд. И в суде уже говорить о том, что у них заключен какой-то договор кредитный. Ну и, соответственно, требовать, если имеется задолженность, взыскание этой задолженности. Предметом дела, которое мы сейчас рассматриваем, являлось взыскание основательного обогащения. В этих рамках дело было рассмотрено, законно и обоснованно. Поэтому считаю, что в удовлетворении апелляционной жалобы необходимо отказать. Скажите, пожалуйста, встречное исковое заявление в рамках последующего спорта вы подавали? Нет, мы не подавали, обращаю внимание. Оно не приобщалось, когда тайство в судебном заседании не заявляли. Дело было рассмотрено именно в рамках оснований неосновательного обогащения. Поэтому решение было такое принято. С самостоятельным иском вы предстоит договором незаключенными также не обращались в настоящее время? Нет, не обращались. Скажи, пожалуйста, денежные средства, которые их пусят искать в качестве неосновательного обогащения, согласно выписке, представленной банком, сторона ответчика получала? Нет, не получала. Какие-то банковские карты имеются от данного банка у ответчика? Ну, насколько мне известно, не имеется. Давно было карточку, он потерял какую-то карточку, но это было очень давно все. Он и телефон терял, и там были определенные обстоятельства. Это в рамках другого дела было рассмотрено. Радо мне, если вы понимаете, вашу позицию по существу заявления на искание основательного обогащения, что денежные средства, согласно представленной выпуске, полученные в августе 21-го года и в сентябре 21-го года, фактически от вечера не получились и не расходы? Да, именно так. Обсуждается вопрос о принятии нового доказательства в виде кредитного договора, поскольку он приводит к операционной жалобе, и именно на него высылает сторона от СОП-банка в качестве основания для изменения и обмена решения суда. Что же со стороны ответчика? Мы, естественно, возражаем, считаем, что предмет искового заявления, основание искового заявления, которое мы сейчас рассматриваем, совсем другой, и выходить за пределы рассмотрения первоначального иска, я считаю, что в рамках апелляционного обжалования неправомерно. Предоставлять какие-либо сейчас новые доказательства, о которых мы только сейчас в судебном заседании узнаем, я считаю, это неправильно, тем более, обращаясь изначально в суд в исковом заявлении, они ссылались на какие-то обстоятельства, в том числе на кредитный договор, то есть им ничто не мешало этот договор предоставить в суд изначально, то есть они не лишены были возможности все доказательства представлять при подаче искового заявления, ну, хотя бы в рамках рассматриваемого дела, но не в рамках данной жалобы. Считаю, что это неуважительная причина, по которой мне, кстати, так и непонятно, в связи с чем они не предоставляли этот договор ранее в судебное заседание, потом прошу в приобщении данного доказательства отказать. Суд обязал принять новые доказательства, представленные картинный договор, поскольку им не обстреблен судом в этой инстанции. В судовом на обсуждение поставлены несколько вопросов. Первый вопрос. Обстребленные расчеты с удовольствием по кредитному договору. Также банка предполагает необходимость требований с учетом вашей позиции в настоящем судебном заседании в рамках рассмотрения дела первой инстанции про оборудование, основание заявленных требований как наосновательного обогащения при наличии кредитного договора, который был представлен в суд апелляционной инстанции в качестве нового доказательства. И также в бюро кредитной истории следования о договорах и детализации. Я сейчас буду выражать свое мнение. Считаю, что оно основано на нормах гражданского кодекса. Суд апелляционной инстанции выходит за рамки рассмотрения апелляционной жалобы, проявляет какую-то инициативу по сбору доказательств, подсказывает стороне, в данном случае, истца, что нужно предоставить и тому подобное. Я считаю, что мы выходим за пределы рассмотрения этой апелляционной жалобы. Как я отметил, что предметом рассмотрения в суде первой инстанции было неосновательное обогащение. Сейчас изучать абсолютно новые исковые требования на абсолютно иных основаниях нету законного основания. Они не лишены возможности обратиться в суд с соответствующим иском. Я считаю, что нужно, я повторюсь, отказать в приеме доказательств, которые они предоставили, не известив стороны об этом, не указав причины, требовать от них какое-то обоснование. Я считаю, это просто затягивание процесса. В рамках гражданского курсального кодекса никто не должен предоставлять правовое обоснование. Прошу пересмотреть все-таки вопрос о принятии данного доказательства, которое предоставила сторона ИСЦА, и рассмотреть дело в рамках все-таки той жалобы, которая была подана, в связи с чем ей отказывать. Соответственно, у меня ходатайство все-таки не приобщать данные доказательства и рассмотреть дело в рамках апелляционной жалобы. Также определилось требовать заключение документов, там еще задолженности по кредитному доказательству, последнее пирог кредитных историй о заключенном в договоре и детализацию. И также нахо истреблении банка, который обоснованно заявлено в рамках на основательное обогащение, принятие договора, которые поставили суд операционной инстанции. В связи с требованием документов судебно заседаем. Возражение я должен сказать? Дополнительное возражение? Конечно, конечно. В такой же рост и случайно. Хочу, чтобы это протоколе было зафиксировано для того, чтобы вышестоящая инстанция, когда рассматривала, обратила на это внимание. Естественно, я буду ссылаться в свои жалобы, если решение нас не устроит. Я считаю, что суд второй инстанции, апелляционной инстанции, подменяя собой суд первой инстанции, по сути, инициируется заново рассмотрение дела, причем на абсолютно разных основаниях, на абсолютно ином требовании, потому что требования взыскать неосновательное обогащение и требования взыскать задолженность по кредитному договору, это разные требования. Основания в виде неосновательного обогащения, там ошибочного перевода и тому подобного, и основания в виде наличия кредитного договора, это разные основания. Соответственно, это попытка в рамках рассмотрения одного дела, рассмотреть абсолютно другое дело. Я считаю, что в данном случае, какое бы ни было принято решение, оно будет заведомо неправосудным, потому что оно нарушает нормы профессионального кодекса. Такое поведение, действие недопустимо. Я очень четко объясню, почему не может рассматриваться другое дело в рамках первоначального дела, потому что оно по основаниям и по предмету абсолютно разное. Есть на эту тему разъяснение в соответствующих постановлениях Верховного суда, есть на эту тему нормы гражданского профессионального кодекса. Прошу все-таки учесть это, и несмотря на то, что вы уже вынесли определение, нет ни одного определения, которое вы не можете так или иначе изменить. В частности, удовлетворить наше ходатайство. Это не означает, что если судья вынес ошибочно какое-то определение, оно не подлежит пересмотру в данном судебном заседании. Я хочу заявить ходатайство о том, чтобы все-таки процесс был сегодня завершен, чтобы мы не откладывались неизвестно для каких соображений, истребовать какую-то повровую позицию, там еще что-то, еще что-то. Не нужно банку этого ничего, они даже не являются, они ни одно судебное заседание не явились. Их вот эта апелляционная жалоба, это просто повод затянуть вступление решения в законную силу. Они злоупотребляют своими процессуальными правами. Они прекрасно знают, что законных оснований для взыскания неосновательного обогащения нет. Они не доказали в суде право требовать. А мы сейчас пытаемся заново собирать какие-то доказательства, причем по инициативе суда. Мы прекрасно понимаем, какой бы договор они не предоставили, этот договор может быть оспорен и так далее. Может подаваться встречное исковое заявление. Я не представляю себе рассмотрение этого дела в рамках апелляционной инстанции, чтобы мы подавали встречное исковое заявление, чтобы мы заявляли об экспертизе, подписи и тому подобное. Еще раз повторяю, мы выходим за рамки рассмотрения апелляционной жалобы, за рамки предмета дела, искового заявления и оснований. Это абсолютно новые требования. Я, насколько помню, мировой судья обратил на это внимание, что сторона исца не лишена возможности обратиться самостоятельным иском. Пускай они это и сделают. Или мы пытаемся им подыграть. Я это так расцениваю. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что если они будут обращаться в рамках отдельного искового производства с новым иском, то с нашей стороны может быть заявлено о пропуске срока исковой давности. Я усматриваю здесь какую-то игру в одни ворота. Уважаемый суд, пожалуйста, все-таки учтите наши доводы. На мой взгляд, они очень обоснованы. Еще раз повторяю, мое ходатайство заключается в том, рассмотреть данное дело в данном судебном заседании без приобщения каких-либо доказательств, о которых нам не было известно. То есть, если мы сегодня не явились, мы даже бы не знали об этом, что какие-то там доказательства приобщаются. Какие основания приобщать этот договор, который они якобы выдают за кредитный, который якобы своим доверителем. Какие основания? Сторона ответчика ходатайства рассматривает дело в настоящем судебном заседании. В настоящем судебном заседании. В ходатайстве, чтобы я могла его разрешить, пожалуйста. Просим рассмотреть апелляционную жалобу в данном судебном заседании с учетом имеющихся в деле доказательств. При этом не брать во внимание доказательства, которое было сейчас приобщено в материалы дела, поскольку оно было подано с нарушением процессуальных норм. И оно выходит за пределы предмета первоначального иска и за пределы основания этого иска. То есть, это доказательство не имеет никакого отношения к неосновательному обогащению. Решил выявление о ходатайстве. Судебном заседании пределы удовлетворения о ходатайстве отказать судебное заседание отложения 14 августа 17 дней. Судебное заседание положено в секретаре... Любое доказательство я приду в апелляшек скажу. А я его раньше не предоставил, потому что я его потеряла. Вот сейчас нашел. Бред.